Поговорим о Кабаево. И тут недавно наткнулся я на интересное видео. Кабаева неожиданно уже не в Валдае, уже не в инкубаторе, нет. Оказалось, она в одной из церквей, насколько мне не изменяет память. Там якобы занималась она неким там меценатством, восстановлением церкви и так далее. А я вот почему-то вспомнил предыдущую супругу Бутина, Людмилу, которая сейчас очередная. И там ходили слухи, что она тоже в свое время после расставания с Путиным долгое время провела в одном из монастырей. У меня вопрос, что это вообще за тяга у Путина такая, отправлять постоянно своих спутниц, скажем так, именно в церкви, в монастыре. Как вы думаете? Я думаю, что у него уже такая, знаете, давно не выметенная хата с поселениями вот в его этом организме. Такое впечатление, что у него попеременно гостят, как на спиритическом сеансе, то дух памятника Екатерины Второй, Катьки Одесской, то, значит, Петра Первого какой-нибудь там какая-то статуя ожившая. Потому что вот эти все их привычки такие еще с тех времен, они такие леденящие, в общем-то, кровь. Что касается Петра, он заточил свою царевну-сестру Софью в монастырь, сразу, чтобы она, ну, то есть, будучи регеншей, не возолкала полноты власти и не восселась окончательно на престол. Она хотела, конечно же, менее кровавые реформы проводить, что ему совершенно не нравилось. Но вслед за, ведь он не ограничился, вслед за Софью он отправил в монастырь свою законную первую супругу Евдокию Лопухину. Это случилось в 1698 году. Вслед за ней он, кстати, отправил еще двух сестер своих, которые сочувствовали, правда, Софье-царевне, то есть уже четверо. При том, что за Лопухину ходатайствовал, ну, вот, митрополит того времени просил оставить ее при дворе, чтобы она могла воспитывать малолетнего отрока, значит, их общего ребенка, царевича Алексея. Но нет, непреклонным оказался Петр, заточил ее в монастырь. Далее прошло 20 лет, и Алексея Петр заподозрил в измене, осудил на смертную казнь, и, собственно, не только расправился с собственным сыном, но и ухудшил, конечно же, положение Евдокии Лопухиной, потому что обвинил ее в том, что она участвовала в этом заговоре. Далее, после того, как пришла к власти Екатерина, она еще хуже поступила с этой Евдокией, она ее заточила в Шлозберг, там, в крепость, и называли ее даже не по имени, а какой-то там особой, похоже на то, как Путин избегает называть Навального по фамилии. Совершенно верно. И дальше, уже после вот ее смерти, когда Петр Второй воцарился, наконец-то ей удалось из этого заточения выбраться. Когда казнили сына ее, Алексея, ее еще позорно отхлестали плетьми царицу, она понимала вообще всю безысходность своего положения. Какие-то родственники о ней заботились, потому что у нее все было вообще, ну, не просто бедно. Она писала, что есть ей приходится все гнилое, благодарила, что заботится, говорила, что это им всем в тягость, но уже терпите ее нищую, что делать. То есть вот такие нравы. А, как известно, Путину вот как раз такой импонирует деспот из российской истории вот этот и, ну, наверное, еще Сталин, тоже как пример для него. Тут единственное, что как он хочет стать похожим на Петра I непонятно. Может быть, ему надо запастись несколькими сразу аппаратами Елизарова, разве что, но вот, тем не менее, нравы эти он как-то впитал. И поэтому как раз этот рассказ о его ныне очередной бывшей жене, он соответствует действительности, но несколько в ином смысле. Дело в том, что она скорее угрожала этим. То есть она скорее шантажировала Путина тем, что намеревается постричься в монахине. А ему это все-таки было не нужно, потому что это, ну, слишком много ассоциаций как раз-таки вот именно с той частью истории. Хотя это было бы логично с точки зрения его характера, но это бы отпугнуло ближний круг тех женщин, которым он доверил высшие государственные посты, в которых он более уверен, чем в некоторых мужчинах. Говорят, что ему экстрасенсы, которые на него постоянно работают, сказали, что если он будет окружен женщинами, то со стороны женщины ему не следует ожидать предательства. Поэтому у него годами, этого, кстати, не было до того, например, в Советском Союзе или в Советском Союзе при Ельцине, чтобы такие вот ответственные посты, там вот получается Совет Федерации, это третий пост с точки зрения Конституции в случае, там, форс-мажора, то есть она третий претендент на государственный пост, по-моему, если не второй, не второй, по-моему, премьер-министр, ну, как бы ни было. Счетная палата Голикова, Памфилова, избирком, целый ряд профильных ведомств и министерств. Мизулина, Матвиенко, да, да, да. Да, много. И вот эти вот, конечно, если бы он поступил таким образом со своей женой, такой старостотерпицей многолетней, хотя я думаю, что она сильно преувеличила все свои мытарства, потому что она, по-моему, с большим азартом с ним вместе вывозила грюндики из Германии, покупали им там первую «Волгу» и так далее. То есть она, видимо, тогда считала, что они такие Бонни и Клайд советского разлива, там ей все нравилось, но, тем не менее, потом вот она начала сильно жаловаться и начала очень сильно пить. И вот когда она начала очень сильно пить, и она была чрезвычайно говорлива, словоохотлива и постоянно рассказывала о всех своих, значит, неприятностях и о том, какой он деспот, вот, и что она, видать, так уже сама устала, попышь тут как тут, они сами ее стали склонять к тому, чтобы вот ей бы уединиться и так далее. И вот она уже почти что приняла это решение, ну, в общем-то, безусловно, от того, что, конечно, злоупотребляла чрезвычайно в тот период времени. И Путин придумал для нее хорошую, эффективную, оздоровительную, длящуюся процедуру в виде куратора очередного. При нем как-то она опять, значит, взбурлила в ней какая-то роковая, видимо, страсть к более молодому новому мужу, куда Путин ее сбагрил. Ну, во всяком случае, для своего имиджа и репутации это он посчитал лучше. И, в принципе, для этих вот дам, которые на него работают, это тоже показалось очень даже им понравилось, потому что у каждой там своя история. И с ними мужья поступали иной раз грубее. То есть он в этом плане перед ними продемонстрировал, значит, широту своих взглядов. Но что касается Кабаевой, то вот тут, мне кажется, история все-таки иная. И ей он как раз-таки в силу того, что она, ну, она вот эти вот последние его своеобразные тайны, включая состояние его здоровья и методы лечения, вот в связи с этим как раз ей может последовать от него предложение, где-нибудь побыть пока во время смуты, неспокойные времена, дроны летают, всякое такое. То есть, ну, по большому счету, она живет в этой своей балдайской резиденции. Ну, там только, наверное, не хватает колокольного звона. Вон, ей еще это самое креста вот над этой рубиновой люстрой. И по большому счету, ей еще вот только осталось там какие-нибудь вериги и эпитемью. А так-то у нее уклад абсолютно монашеский теперь уже. Не о такой, наверное, жизни она мечтала. Когда-то была такой озорной, шаловливой, гуттаперчевой гимнасткой. Ну, вот так распорядился узорпатор. Поэтому, если это еще закончится, в конце концов, в прямом смысле, монастырем, то меня это не удивит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok